здравствуйте ребята это ответы вот на ваши вопросы я постараюсь на все ваши вопросы ответить на некоторые я конечно отвечать не буду это того что это долгая и обширная тема сразу хочу сказать там в комментариях пишет мне один человек и спрашивает почему я не говорю почему я считаю что трендовые линии сливаю сливают и не как-то не комментирую во первых я тебе уважаемый человек подписчик просто банально не могу ответить потому что ты в настройках google плюс ты сделай так чтобы я тебе мог ответить я тебе отвечу письменно потому это просто тема большая вопрос от моего постоянного подписчика если я говорю что рынком двигает движется ну рынок двигается за счет ликвидности тогда каком кукле собственно говоря речь во первых я не считаю что на рынке есть вот кукл который постоянно будет вести рынок в ту или иную сторону я считаю что здесь совокупность то есть иногда рынок движется толпой иногда рынок движется куклам иногда рынок сдерживается куклам иногда рынок идет к определенной зоне ликвидности это вот большая ошибка многих трейдеров в том что они любят вот на какой-то концепции останавливаться и смотрят весь рынок только через эту концепцию это по моему мнению неправильно рынок он бывает всякие он бывает разнообразный и сегодня он может быть полностью руководим куклам завтра он может быть полностью руководим какой-то толпой много можно спорить на эту тематику можно много рассуждать на эту тематику суть не меняется играли ведь не работает тут мне спросили можно ли использовать таймфрейм минутка ребята вот специально для этого я затянул вот этим видео как раз для того чтобы смотреть как на минутке все это развивается как нами минутки все это происходит на минутках во первых сразу хочу сказать я против дрочи на минутках вот этого всего лудоманство тем не менее это работает и это работает как бы вам сказать только на ликвидных уровнях как я уже говорил о ликвидные уровни они нужны для того чтобы посмотреть что происходит на них и для того чтобы максимальное количество игроков на рынке находилась собственно говоря в позициях и входила в эти позиции выходил из этих позиций и так далее разумеется на минутках таких уровней будет не так и много а тем не менее они есть вам в любом случае нужно учитывать куда движется тренд на высшестоящим таймфрейм сделано это только для того что нам нужно определенная ликвидность я еще раз повторяю представьте себе следующее представьте себе что у вас какая-то большая позиция и вам нужно выйти или зайти в рынок где вы будете это делать вам нужна ликвидность вам нужно место где интерес участников рынка максимален где это будет происходить это будет происходить на определенных уровнях которые видят все и здесь я просто еще раз напомню просто вы видимо это не совсем поняли здесь происходит все очень просто вот у нас какой-то уровень и и здесь ну допустим вот шла цена да и здесь у нас выставляются лимитные заявки здесь у нас лимитные заявки это может быть кукол это может быть профиты тех кто вангует здесь также могут входить люди которые берут от сколько они будут заходить немножко даже пониже где-то вот тут вода в любом случае вот у нас есть зона повышенной ликвидности я вам не говорю ключ ключ на самом деле в объемах но вы должны понимать что ликвидность она всегда проявляется на объемах то есть вы должны что-то увидеть на объемах я думаю вы все понимаете что это я хочу просто отсеять тех кто думает что я мы сейчас тут блять весь граммер раздамага и так и здесь происходит очень просто когда идет давление вот этих вот покупателей этого актива разумеется вот это вот здесь находятся продавцы продавцы еще раз напомню это кто не понимает механику рынка продавцы это те кто заходит у нас в шорт кто у нас здесь заходит в шорт те кто берут движение вниз собираются брать либо те кто выходит отсюда они тоже будут продавцами им же нужно продать свою позицию чтобы выйти с рынка это швам не форекс и соответственно здесь у нас появляется предложение избыточная который абсорбирует весь тот спрос который собственно говоря был на минутках очень мало игроков это будет работать только на тех уровнях которые видны если это уровень допустим минутный вот допустим у нас на m5 у нас идет вот какой-нибудь short а на минутке у нас происходит давайте вот такой вот откат вот на минутке ребят вот тут вот не факт что будет здесь городе видения не факт здесь очень часто может быть вот такие вот варианты то есть некое какое-то поглощение но тем не менее на пяти минутки это будет выглядеть или там какая-нибудь другая модель на пятиминутки это будет выглядеть вот так наш с вами городе видимо также здесь я еще забыл упомянуть очень часто бывает следующее вот у нас движение вниз и происходят такие хвосты здесь мы всегда смотрим во-первых высшестоящий таймфрейм а во-вторых мы понимаем что кто-то собирает позицию это тоже самое как и на уровне и нам важно дождаться не заходить вот просто написала когда мы собственно говоря заходим когда у нас пим бар один парень нам важно дождаться когда сигнал сработал то есть нам важно чтобы у нас была модель поглощения или там модель 123 там или модель до любая в принципе там рельсы что угодно так или иначе вы должны видеть что ваш сигнал сработал что рынок развернулся по крайней мере на том таймфрейме на котором вы работаете и здесь должен должно должна быть ликвидность на объемах то есть объем должен быть нормальный ведь я уже избирать спалил далее я значит в прошлом ролике вот тут то поставил лимитную заявку и рынок раз ушел потом опять пришел туда опять идет наполнение какое-то опять идет опять наполнение как мы видим и вот тут разобрали разобрали собственно говоря вот этого продавца который тут тут стоял и рынок ушел вниз вот там была такая ситуация стоял значит тут че-то лимитник и цена вот так вот билась да и пока рынок не раза не разобрал этого продавца рынок дальше не двигаться потом рынок сделал вот так и ушел вниз это у нас классический паттерн под названием захват либо вытряхивание как многие говорят то есть ничего нового это старая классическая схема происходит очень просто когда ну крупный игрок он же не бабка гадалка правильно он не знает когда его вынесет когда его разберут и здесь появляется такой на полу наплыв покупателей которые разбирают собственно говоря его позицию и рынок что делает разумеется уходит вверх уходит вверх плюс тут срабатывают стопы тех кто брал вот здесь вот шарты и очень просто это все остановить просто подкладываться еще очередные лимитники и рынок начинает валиться вниз вот и все так примерно и происходит на любом таймфрейме на любом графике при этом несмотря на то что на графике этого не было очень часто бывают вот такая картина вниз потом откат и потом идет вниз вот здесь вот . ну просто великолепно кто хочет заходите зарабатывайте далее вопрос тут был где мы ставим стоп лосс в данной системе ну по традиции скажу что все зависит от вашей торговой системы однако я скажу где я ставлю стоп вот у меня есть допустим уровень из я от него работаю произошла такая ситуация я ставлю стоп либо вот здесь либо вот здесь как только рынок уходит дает мне какой-то откат я пытаюсь доливаться если доливаться не получается или если я вижу здесь тоже самую картину что и тут я буду либо выдать частью позиции либо виду всей позиции тут здесь зависимости от фона рынка вот и далее стоп я уже переношу вначале безубыток потом на откат потом сюда то есть стопы я переношу я прибыль просто так стараюсь не отдавать то же самое тут касаемо где четко ставит стоп это уже ребята смотрите сами главное то что вот этот вот паттерн работает далее очень часто мне еще тут по написали на сайте что артем а может это быть пин бар там или рельсы ребята да вы как как угодно это назовите это основная беда вот трейдеров они же начинают думать там о блять это это там допустим какой-нибудь да о это у нас пин бар или там вот у нас рельсы я в эти рельсы входить не буду я дождусь это дебилизм это дебилизм потому что вы не знаете как поведет себя цена абсолютно не знаете и здесь все понимается в контексте если у вас допустим было такое сильное давление медведей то никаких пин баров тут в принципе быть не может тут будет вот такая картина было давление медведей и в это все давление раз купили рынок ушел наверх и потом был допустим толчок наверх то есть сложно сказать пин бар это блять не пин бар это может быть другой может быть вот такая картина что это пин бар или какие-то там падающие звезды или как как-то назвать я не знаю тем не менее мы видим что допустим рынок шел снизу вниз и здесь его рынок просто не дают опуститься ниже и рынок ниже не двигается ему мешает что-то он образует единственно что получается у медведя это образовать вот такие вот шпильки и закрываться в либо на уровне либо выше уровне и так далее вот и все как бы на всем все вопросов особо так и не было толком в основном был вопрос почему я говорил что если продавца раскупили рынок ушел наверх а потом ушел вниз ну потому что это был захват ребят это такое вот сейчас на российской бирже это происходит постоянно уже на даже на это внимание не обращаю то есть раскупают как будто продавца он еще там лимитник поставит и все и пошел вниз он заманил илангов ну давайте еще раз поскольку еще раз эту ситуацию просмотрим он стопил своих конкурентов те кто вот тут вот пытались продать на он стопил их еще наполнился на них и помимо этого зашли еще лунги вот здесь вот заходят неопытные люди которые входят в позицию прям с рыночного ордера вот им надо быстрее 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 и на и же собственно говоря стопах рынок то собственно говоря то и валится потому что у нас есть тут люди которые купили и вот тут вот люди которые купили захват замануха разводка как иначе еще назвать поэтому мы и вот если видим что был такой сильный прорыв ребята лучше подождите отката потому что откат он в любом случае будет он конечно может быть не такой глубокий там то что уходил там назад может быть там будет вот такая свеча там еще вот такая свеча а потом будут вот такие свечечки и вот тут вот если вы видите вот такую свечу которая прорывается опять вниз я думаю что можно зайти конечно без того понимания которое вам будет приходить с опытом вам по хаям и полоям не зайти да в принципе и среднему такому трейдеру по хаям и полоям крайне трудно зайти и вообще бросить всю эту нахер идею заходить полоям выходить на хаях это получается крайне редко может быть у кого-то и получается у меня это получается ну в процентах наверное 15 своих сделок прибыльных да даже меньше даже меньше чаще всего я жду именно какую-то подтверждение что движение случилось потому что я же не бабка гадалка и вы не бабка гадалка и мы не знаем ребята блять ха это лаги или может быть это еще хаи мы этого не знаем нам важно подождать пока рынок скажет нам что он двигается в ту сторону нам важно дождаться этого момента иначе вы всегда будете проигрывать ловить падающие ножи либо начинать вставать так скажем в конце ралли ребята ждите всегда подтверждение какого-то за и вот этого сигнала и все надо понимать еще раз говорю в контексте понимаете все в контексте всем спасибо за внимание всего доброго зарабатывайте